Вот именно этого, сука, я ждал. Не новых ваших треков, не новых ваших автомобилей, а в первую очередь я ждал шпильку, блядь, на спуске! Самые узкие спецучастки, будет так правильно сказать! Слушай, я тут немного подзолил. Привет всем! С вами Куз. Сегодня мы катаемся в Dirt Rally 2.0. Я буду использовать фритрек. У меня хорошие новости. Во-первых, ввели теперь Германию из первой Dirt Rally, только это, как обычно, ремастерит. И второе, завезли, наконец-таки, новый фидбэк. Я думал, они этого никогда не сделают, но нет, они все же сделали, его поменяли. Он стал лучший, давай. Для начала заценим Германию на вот этом Ситроене группы R5. Сейчас я пока не поеду, покажу, как у нас тут все устроено. Смотри, все по-взрослому. Ты видишь? Переключаем точно так же. Здесь у нас и ручник такой же. Так что, я надеюсь, проблем не будет, хотя, честно говоря, я буду кататься с видом из кокпита, хотя мне немножко непривычно будет, потому что я привык уже гонять с капота. Но надо к фритреку привыкать, потому что вещь, на самом деле, крутая, но так как я редко пользуюсь, я к ней еще не привык. Ладно, давай прям с кокпита начнем. Все, давай здесь припаркуемся и начнем заново по-нормальному. Так, ну что, поехали. Кстати, смотри. Видел? Он все правой ногой нажимает, и газ, и тормоз. Так. Ну, давай, первый поворот, давай заценим, и... Знаешь, что я хочу сказать? Мне уже немножко не нравится. Мне не нравится то, что... Ну, слишком, слишком она хорошо держится на асфальте. Как по рельсам, я не знаю, она просто... Она просто приклеена к асфальту. Да, в первой части тоже был хороший держак, но не настолько, как здесь. Ну, не знаю, парни, не знаю. Вот мне все понравилось. Мне понравилась Швеция, мне понравилась Монте-Карло. Но здесь как-то, ну, не знаю. Не знаю, рано пока еще судить, что я тут еду-то. Только-только-только выехал. Но как-то вот немножко с физикой на асфальте я поспорю. Я, конечно, не профессиональный какой-то гонщик, и в ралли, в реальном ралли у меня нет опыта. Но, блин, я вожу машину, и я не думаю, что... Не такую, конечно! Воу-воу-воу-воу-воу-воу! Это мой косяк. Это я что-то завтыкал. Очень сложно, на самом деле, шпилька, там, поворот направо. Потом резко шпилька налево, и я, когда начал перестраиваться направо, начал тормозить. Короче. Не знаю. Так-так-так, что-то он сказал помедленнее. А чё помедленнее? А-а-а, вот оно что. Тогда понятно. Я просто, на самом деле, очень хорошо прислушиваюсь к словам штурмана, когда он говорит тебе слоу, значит, лучше действительно притормозить. Поверьте мне, в дёрд ралли 2.0, если штурман сказать слоу, хотя там ещё пока нету какого-то крутого поворота, поверьте ему и тормозите. Ну, заеб... Я постараюсь не ругаться в этом выпуске. Просто был поворот на один, и я просто завтыкал. Я разогнал всё очень быстро, и... И мне очень нравится задний фон здесь. Такие облачка прикольные. Слушай, надо в какую-то другую погодку ещё прокатиться. Да, там нельзя резать, там, по-моему, кирпич стоял внутри, хотел я... Ну, красиво, красиво. Сам спецучасток сделали очень красиво. Да ладно, а где, в смысле, шпилька была же направо показана. Ладно, это может быть я что-то пропустил. Может быть я что-то пропустил, но, по-моему, шпилька была налево... Направо показана, а в итоге она оказалась налево. Так, ну сейчас вот точно я не пропустил. Ох ты, блин. Слушай, даже тяжко. С таким фидбэком я... У меня фидбэк настроен на самом руле достаточно высокий, там, 80%, хотя мне 60% вполне хватает на Т-ЖТ. Но вот я сейчас понимаю, что его надо подубавить, потому что сделали здесь... Сделали здесь адекватный фидбэк, и теперь руль достаточно... Поушен. Так, а что там? А, вот, типа подброс. Эх, сделали хороший фидбэк, реально хороший. И это было на спуске, и надо было... Надо было думать головой. Это был поворот на спуске, а я этого не учел. И вот у меня уже рука... Руки устали. Рука. Ну, по сути, рука, потому что я в ралли очень часто рулю правой рукой. Ну, да, это вообще... Это вообще никакие ворота. Поэтому у меня вот именно левая рука устает зачастую. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Мне даже интересно, как это будет выглядеть на повторе, моя езда, пока она, конечно, кое-как на троечку. Так, здесь, наверное, что-то будет сложное. Вот, неплохо. Неплохо, я не растерялся. Вообще, я думал, здесь какие-то шиканы будут стоять, потому что я помню эту Германию. Сейчас, 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 сейчас. Просто тут сложные повороты. Все, можно дальше разговаривать. В общем-то, по физике спорно. Именно на асфальте. Мне не особо нравится. Фидбэк хороший. Ремастерит участка. Сделали неплохо. В принципе, красиво. Очень классное освещение. И мне вот интересно прокатиться. Может быть, либо в дождь. Либо в дождь. Ну, нет! Нет, парень! Ну, вот это надо знать. Это надо знать, потому что шпилька была после холма. Я ее не видел. У меня визуального контакта не было с этой шпилькой. И я поэтому слишком поздно начал тормозить. Вот сейчас, видишь, я вижу этот поворот на один. Я могу рассчитать, когда мне тормозить. Вот и этот поворот я вижу. А там очень опасный. Ну, то есть шпилька и такая слепая. Ты влетаешь на холм, на такой трамплинчик. И потом... А, там надо тормозить, оттормозить. Это уже поздно. Ой, как это было близко. Близко, близко очень. О, начались вот эти вот показушные шпильки. Ну, показушные, потому что здесь много зрителей стоят и ждут... От тебя зрелищ, а ты, блядь, в камень влетаешь. Да, я думал, с этого сектора вам какую-то прикольную ставку с повтором сделать. Но, видимо, не получится, потому что я проехал там его как калич. А мне интересно, когда конец этого грёбаного спецучастка? Едем-то мы уже порядком. Это моя буквально вторая попытка. Первую я разбился, и... И это вторая попытка, так что не судите строго. Многих поворотов я из первой части не помню. И сейчас вот просто я не заучил. То есть я ориентируюсь на штурмана. Вот молодец. Вот штурман молодец. Всё сказал мне, что опасно там, что там небольшой подброс, там, ну... Молодец. Блин, ну вот эти вот шары вдалеке вообще очень крутые. Опять, опять. Это хорошо, вот сейчас у меня был визуальный контакт с этой шпилькой. Если вот сейчас был бы какой-то подброс, я бы не успел оттормозиться, потому что, опять же, шпилька на спуске. И что это такое? А чё? В смысле? Это что? А, ну это типа заезд на время, поэтому тут как-то странно, видишь? Тут не надо останавливаться перед маршалом, просто как-то вот какой-то слоу-моу было в конце. У нас сейчас немного другой спецучасток Германии, и вы видите, как сейчас мало фпс, но это лишь потому, что здесь огромное количество зрителей, и это не пофиксили. Зрители в Dirt Rally 2.0 жрут просто огромное, неимоверное количество фпс. Вот так вот выглядит дождь из кокпита. И что же, давай попробуем проехать этот спецучасток, посмотрим, как ведет себя мокрый асфальт. Оу! О-о-о! Эй, что за поворот такой, а? Тихо-тихо-тихо-тихо! Да какой поворот неприятный-то, а? Ну, сука! Я разъебался. Не тычь мне пальцем. Не получается, вот, как первый спецучасток я прошел достаточно легко, со второй или третьей попытки, то здесь в дождь приходится поподесть. И что хочу сказать. Предыдущий этап... Сорян, пропустил я это штылько. Предыдущий этап, где мы сейчас с вами ехали на Ситроине, я, само собой, разумеется, записывал повтор. Ну, и смотрел этот самый повтор. И хочу сказать, даже на повторе, вы, может быть, обратили внимание, как даже на повторе видно, как машина неестественно себя ведет на асфальте. Ну, это же даже вот на повторе заметно. Мне не нравился асфальт в первом дёрт-рале. Мне, тем более, не нравится асфальт дёрт-рале 2.0. Но как же мне нравится фидбэк. Вот сейчас несколько раз я выезжал за пределы асфальта, и это круто. Тут просто ты сразу чувствуешь эти грёбаные кочки. Фидбэк реально изменился в лучшую сторону, и теперь всё отлично. Вот именно этого, сука, я ждал. Не новых ваших треков, не новых ваших автомобилей, а в первую очередь я ждал шпильку, блядь, на спуске! Да как же я вас ненавижу! Грёбаные шпильки на спуске, плюс ещё дождь, я и само собой, разумеется, не успеваю оттормозиться, потому что еду, во-первых, как по сухому, во-вторых, забывая, что мы спускаемся с горы, и торможение в разы увеличивается. Так вот, я в первую очередь ждал вот этого фикса на фидбэк, но они его сделали, это уже хорошо, честно говоря, я боялся, что они забьют хер и вообще не сделают этот ход фикс, но вот мы, наконец, дождались, но я бы на их месте, я понимаю, у них там графика выхода обновлений и так далее, но я бы на их месте в первую очередь бы сделал вот этот фикс на фидбэк, и тогда многие особенно такие, как я не вопили бы, потому что я там в какой-то ролик даже прям очень сильно размахал дёрт ралли. Ай, блин, 2.0 за то, что ужасный фидбэк. Кто-то там пытался доказать обратное, да, я знаю этих ребят, а у них есть опыт в реальных гонках, ролиных, но, опять же, что хочу сказать, мы с вами играем в игру. в игре должны быть не реалистичные ощущения, да, от листы, а усиленные, более информативные, потому что мы с вами не чувствуем перегрузок, мы с вами не чувствуем страха, и нету вот этой вот пятой точки, за которую мы боимся. Поэтому фидбэк должен быть гораздо информативнее, какой сложный поворот, и... окей. Куда, куда? А, вот, все, 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 все. Ну, кстати, дождь в Германии не такой адский, как в Новой Зеландии. Мы, помнишь, на стриме с тобой катались в Новой Зеландии, как раз-таки в группе Р5, и там была жесть. Там была жесть, потому что мне в дождь с видом из кокпита вообще ни хрена ничего не было видно. Здесь не так, нет, здесь... Здесь я перегазовал на выходе. Хотел красиво сделать, в итоге сделал только хуже. И под конец, кстати, мы с вами еще сейчас прокатимся где-нибудь. Я знаю, что в Новой Зеландии фидбэк также хорошо себя проявляет, но мне еще интересно где-нибудь... Бля, ну я все обосрал, потому что я даже отключил полоску прогресса, но я чувствую, сука, по моим ошибкам, я чувствую, что где-то рядом финиш. Я это, блядь, чувствую, потому что я начинаю тупить под конец и очень сильно тормозит. Да, вот и финиш. Вот и финиш. Блин, ну им бы еще игру оптимизировать, конечно, немножко. Все же, блин, у меня достаточно мощный комп, но... Ой, мы выиграли, да, да и ладно, кому это интересно. Ну, в дождь, видимо, что-то они совсем тут хреново едут. Ладно, давай посмотрим последний спецучасток где-нибудь на гравии, мне интересно форсфитбэк еще где-то протестировать. Ну что ж, у нас последний заезд, это Аргентина, именно здесь я хочу протестировать фидбэк. Здесь очень крупный гравий, здесь очень узко, очень много скал, и поедем мы вот на такой вот маленькой митсубиси. Почему? Да потому что это в классе R5 самая маленькая, ну, еще Peugeot может быть такая же по размерам машинка, а здесь как раз мне нужна эта гребаная компактность, чтобы нормально проехать этот коротенький спецучасток. Погнали. Это самые узкие спецучастки, будет так правильно сказать! Слушайте, но повреждения странные, конечно. Ну, в смысле, нормальные, но сзади как-то вот прям... Да-да-да, чувак, у нас и колесо сдулз, мы вообще-то улетели нехило так со скалы. Как нас вообще сюда поставили на место? Ладно, давай попробуем еще раз. Сука, там и этот спецучасток всего 30 с чем-то километров, но... Такие повороты сложные, здесь так узко, эти скалы, это крупный гравий, после... После Германии я тебе хочу сказать, очень неудобно кататься здесь, потому что ты привык там к тому, что машина там едет идеально, практически как по рельсам, а тут добро пожаловать в реальность. Ты выезжаешь на крупный гравий и понимаешь, что ее... Она очень плохо держится, ее сносит постоянно и тяжело ее управлять. Плюс добавь это ко всему, что здесь очень узко, и хоть у меня машина и маленькая, я все равно много где... мест, где я не помещаюсь. Плюс я еще совсем не знаю Аргентину, блин! Я вообще не знаю Аргентину, потому что я здесь очень мало катался, я вот сейчас думаю, как же здесь будет... если здесь взять Кватра, как здесь, здесь нереально на ней, мне кажется, проехать, я бы тут хрен, какой поворот бы поместился, потому что она быстрая, она большая, и я помню вот это местечко, да, вот именно здесь я по-моему улетел. По поводу фидбэка хочу сказать, он с первых секунд, я... Воу, это что это было? С первых секунд я почувствовал, что он другой, не такой, как был раньше. Теперь ты действительно чувствуешь, что у тебя под ногами крупный гравий, что там попадают какие-то камушки, это очень круто. И я вот после этого выпуска надо будет сделать мне фидбэк в игре в этой поменьше, потому что реально руки очень сильно стали уставать. До этого я вообще не чувствовал руль, а теперь все поменялось. Так что могу сказать, что да, фидбэк наконец-то изменили, это то, чего я так долго ждал. Кстати, по управлению, ну не знаю, трудно, конечно, судить по поводу этого насубиси, она маленькая, но... что-то мне кажется как-то неприятно ей управлять, но это скорее просто потому, потому что мы в Аргентине. Здесь другое покрытие, здесь такие... Ааа, блин, да как же здесь тяжко, но она такая маленькая и и то не помещается, ты представляешь? Специально же взял самую малютку, но все равно на ней тяжело. Ты посмотри, посмотри, здесь, блядь, иголка не пролезет. Фух! Ай, блин, да я только выдохнул и тут опять вот эти повороты. Спецучасток всего три там, с чем-то километра, но он такой заебистый, что я уже устал. Мне Германию 10 км проще проехать, чем 3 км в Аргентине. Сколько можно? Опять мосты, еще и зрители там рядом. Фух! Не-не-не, в Аргентине точно надо филдук меньше ставить. Я уже... Я уже, блядь, спекся, потому что я устал. О-о-о, финиш, финиш, наконец-то финиш, да? Я проехал эти гребаные три километра. О-о-о-о, блин, это тяжко. И это Р5, одна из самых стабильных групп. Что взять, если группу Б сюда затащить? Я не знаю, что будет. Ну что, друзья, вот такой вот получился выпуск по Dirt Rally 2.0. Если хотите мое мнение узнать, то я всем рекомендую поиграть в Dirt Rally 2.0. Теперь осталось только дождаться, возможно, русского штурмана и будет вот вообще конфетка. Но уже фидбэк исправили, добавили Германию, Швецию, Монте-Карло, уже круто. Очень жалко, что не хотят сделать, они ремастерят всех спецучастков. Я бы очень хотел видеть Уэллис в Dirt Rally 2.0, потому что, блин, здесь, в принципе, эти старые спецучастки, они остались такие же, даже вот графика не сильно изменилась, но освещение переработали обалденно. Освещение просто на высоте, и я не раз говорю и повторюсь вновь, передают они очень круто всякие погодные эффекты. Но, знаешь, что я, кстати, заметил, вот даже сейчас на повторах, когда записываем эти повторы, я бы говорил, что очень красивые фоны, красивый фон, но чего-то не хватает, знаешь, немножко пустовато. Вот тоже WRC 7, да, там фоны, там всегда какая-то достопримечательность какая-то стоит, они там очень много полигонов, а здесь уже фончики немного, ну, немного бедноваты, пусто. Немножко пусто, как мне кажется. Вот, поэтому единственное, что еще мне немножко не нравится в Детра Ли 2.0, это то, что нет оптимизации до сих пор с этими гребанными зрителями очень сильно падает FPS. А отключать их не хочется, потому что, ну, согласитесь, они, вот, посмотри, они тебе радуются, они там встают, они смотрят в твою сторону, когда ты приезжаешь, и это как-то, ну, придает какой-то немножко атмосферу, а если полностью убрать, то будет как-то пусто, как в очке мангуста, блин. Вот, и мне звонят, на этом у меня все, друзья, с вами был Кус, и были на канале Кус Кус Рейсинг, играйте в Детра Ли 2.0, это не реклама, я вам просто рекомендую эту игрушку, реально, игра того стоит. Пока. Алеша. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова